Мальчишки и девчонки, а также их родители, библейские истории послушать не хотите ли? В этом нам поможет компьютерная связь. Итак, мы начинаем сегодня и сейчас. Сегодня к нам на урок я принесла вот такие интересных четыре предмета, которые вы, конечно же, все знаете, вы ими пользуетесь или пользовались когда-то, или будете пользоваться в будущем. Я думаю, что вы все знаете, как они называются. Это компас, это у нас термометр для измерения температуры, линейка для измерения расстояний и весы для того, чтобы измерить вес или массу какого-то предмета, которыми мы пользуемся. Как вы думаете, все вот эти предметы, они важны в жизни человека или нет? Ну, я думаю, что да. Если у нас не будет термометра, тогда мы не сможем измерить температуру тела и можем только догадываться, повышена у нас температура тела или нормальная. Если у нас не будет весов, тогда мы не сможем измерить, сколько нам нужно того или другого продукта в выпечку. Мы можем положить только так примерно. Если у нас не будет линейки, то мы не сможем измерить правильно расстояние и нарисовать какую-то фигуру. И, конечно же, если мы пошли в какой-то поход и у нас с собой не будет компаса, тогда мы не сможем выбрать правильное направление и мы можем заблудиться. Но без этих предметов может прожить человек или не может? Без всех этих предметов нам трудно будет пользоваться, но прожить без них можно. День будет продолжать сменяться ночью, север не переместится на юг, масса тела того или иного предмета не изменится, она останется прежней, наша температура тела в зависимости от нашего состояния здоровья будет либо повышаться, либо подниматься. То есть мы без этого прожить можем. Но есть некоторые реальности, которые невозможно ничем измерить, никакими приборами. И они будут продолжать существовать. Это духовный мир. И этот духовный мир нам может открыть только Слово Божье, Библия. Это мир существования Бога, Иисуса Христа и Его ангелов. Есть у нас эти приборы измерения, которые мы только что сейчас видели, или нет у нас их? Этот мир будет продолжать существовать. И у нас есть с вами шанс немножечко заглянуть за эту завесу и посмотреть, что же там происходит. Потому что все эти события существования духовного мира описывает нам Библия. Центром духовного мира является Иисус Христос. И Библия нам описывает три периода жизни Иисуса Христа. Первый период – это когда Библия пророчески описывает его приход на землю. И все ожидали этого прихода. Второй период – Евангелие подробно повествует о периоде жизни Иисуса Христа на земле. Это произошло более двух тысяч лет назад. И третий период – Слово Божие также открывает нам через откровение Иоанна Богослова, будущего Иисуса Христа, который придет во славе своей. И тема нашего сегодняшнего урока называется «Слово Божие являет Христа во славе». Последняя книга Библии называется «Откровение». И откровение – это не что-то выдуманное или домысленное. Иисус Христос сам лично явился своему любимому ученику Иоанну, который был на острове Патмос, и открыл ему будущее. И центральное место в этом будущем принадлежит Иисусу Христу. Посреди Эгейского моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову приплыл корабль, и старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Старый человек остался совсем один на острове. Его звали Иоанн. Он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн о нашем спасителе Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый, нечестивый император Домициан. И он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду рассказывать о спасителе людей. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. Остров Патмос – маленький скалистый остров около Греции. Туда часто ссылались тяжко провинившиеся преступники. Они должны были выполнять трудные работы в рубниках. Остров очень маленький по размеру. В один день его можно было обойти кругом. Остров был гористый, и в горах находится много пещер. На этот суровый остров был сослан апостол Иоанн. Старец Иоанн был послан пожизненно на остров Патмос. Но даже там, вдалеке от дома, вдалеке, возможно, от своих родных, мысли об учителе не оставляли его ни на миг. Когда же он вернется? И каким он будет? Иоанн рассуждал в себе Иоанн. Он был любимым учеником Иисуса Христа. Во время Тайной Вечери Иоанн возлежал на груди своего учителя и получил много откровений от него. И вот однажды, в воскресный день, Иоанн услышал позади себя громкий голос. Он повернулся и увидел подобного Сыну Человеческому. Это был Иисус. Он стоял посреди семи светильников в необыкновенном сиянии. Вероятно, это не был обычный иудейский семицвечник, а отдельные светильники. Семь светильников – это полнота Божия. Одеяние стоящего посреди семи светильников описывается как одежда священническая или царская, золотым поясом. Белизна волос свидетельствовала о присущих как Отцу, так и Сыну чистоте и вечности. Глаза сверкали, как пламень огненный, выражая Его всепроникающую силу и всемогущество. Ноги Иисуса были, как ливанская медь, раскаленной в печи, а голос Его, как шум вод многих. И лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей, при виде сияющего Иисуса, Иоанн упал перед Ним замертво. Но Иисус поднял Его и велел записать все, что Он увидит. И показано было Иоанну второе пришествие Иисуса Христа во славе. Иисус на белом коне спускается на землю. Белый конь – знак победителя. В Римской империи, одержавший победу полководец, проезжал с триумфом по центральной магистрали столицы, именно на белом коне. Белый конь – это символ Христовой победы над силами зла. Сидящий на белом коне называется верный и истинный, потому что суд и война, которую Он ведет, праведны. Христос проницает всякий грех и безоговорочно осуждает его. Это выражено словами, что очи у Него, как пламень огненный. Множество корон на Его голове – это знак Его права властвовать и управлять. Но самое загадочное – это имя, Слово Божие, которое никто, кроме самого Иисуса, не знал. На одеждах же Иисуса были написаны конкретные Его титулы. Это «Царь царей» и «Господь господствующих». Итак, всадник на белом коне в окружении воинства небесного возвращался на землю во славе своей. Однако он возвращался как судья, так как одежды его были обогрены кровью. Как ужасно осознавать, что однажды придется предстать перед этим судьей, который будет судить нелицемерно. Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос от Иисуса, очень сложно и непонятно. И поверьте, что даже многим взрослым непонятно, что описано в книге Откровения. Но одно мы знаем точно. Иисус Христос спустится на облаке в славе для того, чтобы тех, которые любили Его, служили Ему, поверили в Него, как в Своего личного Спасителя, взять вместе с собой. Любишь ли ты Его так, что удостоился этого права войти в небесное царство? Это решение нужно принять уже сегодня, потому что мы не знаем, когда придет Иисус Христос. Может быть, еще пройдет много лет, а может быть, уже скоро. Библия говорит, что мы всегда, во всякое время, должны быть готовы ко встрече с Ним. Люди пытаются назначить какие-то даты, предугадать пришествие Иисуса Христа. Но одно мы знаем точно, что ни день, ни час нам неизвестен для того, чтобы мы во всякое время были готовы к Его Второму пришествию. Если ты любишь Иисуса Христа и служишь Ему, то тебе не нужно бояться Его Второго пришествия. Наоборот, ты будешь ждать Его с радостью и думать, скорее бы Он пришел. Тогда все вот эти страдания, болезни, какие-то стихии бедствий или войны прекратятся на этой земле, потому что все верующие будут жить в славе на небесах с Иисусом Христом. Скажите, разве это не радостная новость знать, что если ты любишь Иисуса Христа, если ты принял Его в свое сердце, если твои грехи прощены самим Богом, то ты будешь на небе, ты будешь жить вместе с Ним там, далеко-далеко. Не видел глаз и не слышало уха, что приготовил Он для нас. Какие прекрасные чертоги Он приготовил для своих детей. Для этого нужно поверить в Него, принять Его в свое сердце, покаяться в своих грехах. Поверьте, у детей тоже есть немало грехов. Это и непослушание, и обман, и какие-то неправильные поступки, лень. Это все грех, Библия так называет. Нам сегодня нужно от всего этого освободиться, если ты еще этого не сделал. попросить у Него прощения, и тогда, представляешь, твое имя будет записано в книге жизни. И когда Он придет во славе, то в этой славе будешь и ты. Он возьмет тебя с собой. Прими это решение сегодня. Я очень хочу встретиться с тобой там, на небесах. А если ты уже покаялся в своих грехах, и Иисус Христос живет в твоем сердце, тогда тебе нужно своей жизнью и своими устами прославлять Его и рассказывать другим о Боге. Как ты можешь это сделать? Да хотя бы поделись этим видео. Таким образом, ты уже засвидетельствуешь о том, что скоро Иисус придет, и нужно быть готовым ко встрече с Ним. Стих для запоминания записан. Евангелие Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В этом стихе три слова повторяются. Это, конечно же, вот эти. Слово, и слово, и слово. Давайте теперь эти слова мы закроем именем Иисус. И прочитаем затем, что у нас получится. В начале был Иисус. Иисус был у Бога. И Иисус был Бог. Что всё это значит? Иисус был всегда. Он был до сотворения Вселенной и Земли. Он был у Бога. И Сам Он есть Бог. И это одна из личностей Бога. Одна личность Святой Троицы. Иисус был, есть и грядет. Библия говорит, и мы с вами уже об этом тоже упоминали, что на одежде Иисуса Христа были написаны Его конкретные титулы. Царь царей. То есть Он царь над всеми царями. Он президент над всеми президентами. И Господь господствующих. Выше Него нет никого. Никто не может сказать, что Я президент всей страны. Господь является царём. И выше Него никого не было, никого нет и никого не будет. И об этом наша с вами новая песня. Царь царей. Господь господствующих. Пойте её вместе с нами. Царь царей, Господь, Господь, слава, Аллилуйя. Царь царей, Господь, Господь, слава, Аллилуйя. Иисус, наш Мессия, слава, Аллилуйя. Иисус, наш Мессия, слава, Аллилуйя. Царь царей, Господь, 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 слава, Аллилуйя. Царь царей, Господь, Господь, слава, Аллилуйя. Иисус, наш Мессия, слава, Аллилуйя. Иисус, наш Мессия, слава, Аллилуйя. Вот и подошёл к концу ещё один урок воскресной школы. Я очень надеюсь, что и сегодня вы узнали что-то новое, чего вы никогда не слышали. И я буду молиться о том, чтобы вы всё это применяли в своей жизни. А для того, чтобы лучше запомнить эту историю, то вы можете прочитать её в книге Откровения, 1 глава, с 7 по 8 стихи, с 12 по 16 стихи, 19 глава, с 1 по 16 стихи. Если кто-то будет пытаться вам доказать, что Иисус Христос не был Богом, расскажите им золотой стих, который мы сегодня с вами разучивали. Евангелие Иоанна, 1 глава, 1 стих. Что Иисус был всегда, вначале был. Он был у Бога до своего первого пришествия, и затем до своего второго пришествия. И что Он является Богом. Вот для чего мы с вами запоминаем стихи. для того, чтобы и самим расти духовно, и рассказывать другим эти истины, которые им неизвестны. Ну а я с вами буду прощаться. До новых встреч и до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Прославляйте Иисуса Христа и своей жизнью, и своими устами на этой неделе. Всем благословений!